Мгновение Полосы оказались лежащими на полу Сантиметры отрезанных мной минут Прощай Сель-Авийн Железными крыльями в разные стороны Ночью, наверное, будет не заснуть И я первая начинаю путь Выключаю свет для кино Как из тысяч слов выбрать одно Прощай Сель-Авийн Железными крыльями в разные стороны Полетим мы Сель-Авийн Железными крыльями в разные стороны Сель-Авийн Спасибо тебе, Жень Спасибо Спасибо И если работу Даши можно увидеть на экранах наших городов То концерт Жени Можно увидеть и послушать 8 декабря в Москве В Доме музыки И в Санкт-Петербурге, да, ты раньше презентуешь? В Санкт-Петербурге 2 декабря В The Place А в Москве В Московском Доме музыки Театральный зал Первая моя сольная пластинка в жизни И мы подготовили что-то очень необычное А что, что, что? Вместе с видеоинсталляторами Декораторами Художниками Собралась целая команда Все мы очень разные Но каким-то образом мысли наши сошлись И... Ну, в общем, пусть останется какой-то элемент тайны В этом во всем пока что А вы лучше приходите и все увидите Мы придем, придем И я хочу сказать, что несмотря на то, что это дом музыки Трудности с парковкой Вечерние пробки Это невероятно дружелюбный зал Там какая-то удивительная атмосфера То есть там нет грани вот этой между артистом и зрителями То есть это такое ощущение, что ты просто где-то у кого-то в гостях Так что... И ограниченное количество мест 500 человек всего могут прийти Поэтому имейте это в виду Правда, зал очень уютный и камерный И... Я вот пела несколько песен у Алекса на презентации его книги И могу отметить, что... Ну... Это был очень как-то... Это был какой-то момент очень душевный И с точки зрения театра Вот удалось, может быть, подчеркнуть какие-то нюансы Которые ни в каком клубе Не выявляются И невозможно выявить таким образом Именно вот в театральном зале И вот эта театральность, она там есть И великолепный был вечер у тебя Спасибо, Женя У тебя будет, уверен... Надеюсь, не хуже Не хуже и даже лучше Ну, от театра перейдем к кинематографу Я же задал вопрос Даши О том, как ты в несколько секунд превратилась в старуху Мы видели сейчас этот кадр Что это? Компьютерная графика? Это компьютерная графика Да, это компьютерная графика Потому что... Я это делала актерски А свет, который... Вот в момент, когда Леша падает Темнеет, начинается дождь И это все было сделано на компьютере Как ты это делала актерски? Что это значит? Какие-то там мантры про себя читала? Что-то вспоминала? Ой, вы знаете Много чего в тот момент накопилось И мне достаточно... Как-то... У меня был очень серьезный внутренний монолог в тот день И... Как-то... Ну... В общем-то я уже тогда поняла Что мне будет не стыдно за этот кадр И слава богу, что как-то так и получилось А ты где училась на актрису? Я училась в ГИТИСе Пять лет поступала Пять лет поступала? У кого чей курс? У Проховщикова В итоге меня взяли на второй курс Потому что я уже старая была Мне было... Двадцать... Один... Двадцать лет мне было Это старая, да? Ну, в театральном месте, да И был добор мальчиков Я же музыкальное училище перед этим закончила как раз И... Параллельно как бы я уже началась У меня уже съемки начались Там с первого курса музыкального училища Я стала поступать в театральное И... Ни разу у меня не получалось И вот в итоге вот на второй курс я пришла Там был добор мальчиков И пришлось, естественно, миллион девочек туда Ну и я с ним затесалась И слава богу, как тут Александр Шалович Он очень внимательно каждый человек смотрел И очень подробный был конкурс То есть не так басню, проза, да Все свободно А он как-то... Он пытался в человека проникнуть И слава богу, то есть... Потому что я не знаю, что было бы сейчас Если бы я тогда не поступил А фантазировал на эту тему? Ты знаешь, очень часто, особенно в последнее время Я очень хочу работать в музыкальной школе Я педагог, по-первых, в профессии И... То ли у меня материнские инстинкты какие-то То ли что-то Но мне очень хочется преподавать Мне хочется именно с детьми Сидеть, возиться И... Вообще идеал жизни У меня такое-то Давать уроки Игры на фортепиано Два раза в год сниматься В самых лучших режиссерах В хороших планометражных фильмах И... Две хорошие театральные постановки А, я думал, ты скажешь что-то о путешествиях Нет, путешествия это даже не обсуждается Это... Хорошо, расскажите В театре ты играешь где-то сейчас? Я играю в театре ДОК В спектакле «Жизнь удалась» Какой это за спектакль? Это спектакль о жизни подростков Которые живут где-то под Минском Нестоявшиеся семьи Люди, которые знают три слова всего И два из них матерных Которые не умеют выражать свои мысли и чувства Но эти мысли и эмоции в них существуют Как и в нормальных людях То есть у них происходят драмы Но они безумно косноязычны А почему театр ДОК? Я... Мне кажется, теперь после вот Фильма «Жила была одна баба» у тебя И государственные, и академические Вы знаете, я очень хотела Театр ДОК, Центр драматургии Там Очень, как сказать Там есть процесс Там мы можем ночами репетировать Там есть Проходят постоянно какие-то лаборатории Там Сама манера вот этой игры мне очень близка То, что Там небольшой зал Я бы, конечно, хотела бы на большой сцене И в последнее время меня все больше и больше тянет Но Я не могу назвать в Москве театра Который бы Вот, не знаю, мне вот, допустим, вот Я не знаю, можно об этом в эфире говорить? Да, можно, конечно Допустим, мой друг Куда ты собирается? Я говорю, ты куда? Он говорит, на работу Я говорю, на какую работу? Он говорит, ну у меня сегодня спектакль И вот, мне кажется, как только Я бы коробил слово работа? Работа Мне кажется, особенно, причем театр Еще если Кино Я на службе В каком театре ты служишь? Ну, слушай, это как-то пошло спокойно Сколько навеков еще Здорово Актерское братье Это как-то, да, это Дань Артистам, которых Дай бог, чтобы Хоть кто-то был на них похож И поэтому эти слова надо беречь И передать другим поколениям Хотя будет смешно, если я скажу Я служу в театре ДОК Да, это как-то так Это как-то все равно, что Кошачья собака Ну, я не знаю И Просто дело в том, что Мне кажется, как только я Перестану ночью Классить под подушку сценарий Перед спектаклем Который я уже там То есть, утром За чашкой кофе Повторять текст Я не знаю, там И приезжать За два часа до спектакля Мне кажется, как только У меня пропадет к этому интерес Или я не буду На это тратить время Там как-то Мне кажется, мне надо будет Срочно менять профессию Потому что Я считаю меня крупно Я везучий человек По жизни И мне крупно повезло Потому что я занимаюсь Любимым делом И я не могу назвать Этой работой Да, в кино платят Хорошие деньги Как бы Это хорошо Но В театре-то ничего не платят Жила-была одна Счастливая баба Дарья Камасова Исполнительница главной роли Сейчас ее все Знают именно так В фильме Режиссера Смирнова Жила-была Одна баба Сегодня с нами Женя Любич Сегодня с нами Ёжик Алекс Твой заснул Посмотри, заснул Я не знаю, Женя Что у тебя в планах Я имею ввиду Какая следующая песня Но если она минорная Давай Пусть это будет Такая колыбельная Нашему ёжику С удовольствием Полетевшие письма Забылись в пространстве И чьи-то слова Не попали домой Не сошлись имена Не сложились индексы Это не я А кто-то другой Здравствуй Новое утро Снова Что-то ушло Странно Сходятся мысли Хотя они бились Всю ночь Как стекло Хотя они бились Всю ночь Как стекло В хаотичном порядке Разбросаны точки Или тысячи звёзд Куда-то ведут Лабиринты Лабиринты тянутся Они бились Всю ночь Как стекло Хотя Они бились Всю ночь Как стекло А Женечка Ты заснули? Я добилась своего Кстати была премьера песни Я её написала Буквально Несколько дней назад Ты потрясающий Как называется? Новое утро Новое утро Новое утро Новый вечер на дворе Это мгновение Реклама капитализма Мама После чего Ёжик В Томане